Сегодня завершается марафон Таганда ВТФ Украины. Это проводится сразу несколько чемпионатов. Впервые мы такую проводим, очень удачно. Почему? Потому что мы такую массовую еще никогда не проводили. Участников более 1700 человек. Здесь участвуют ведущие спортсмены в каждой высоте категории, в каждом возрасте сборная команда Харковская область завоевала для всех высотых категорий, по всех возрастах заняло первое место. Также недавно сборная команда вернулась в чемпионат мира, где также были отборные Олимпийские игры, где наш спортсмен с Украины, с Харкова взял лицензию на 11 Олимпийские игры. Это уже третьи Олимпийские игры. Наши спортсмены всегда очень удачно отбираются и удачно выступают на этих турнирах. Только приехали из Туниса с квалификационного турнира к юношеским Олимпийским играм в Аргентину и с чемпионата мира по юниорам. Сразу же вышли опять на Даянге на чемпионаты Украины среди младших юношей, юношей, кадетов, юниоров, молодежи, взрослых. В Тунисе на квалификационном турнире нам удалось взять лицензию для участия в юношеских Олимпийских играх, которые состоятся в октябре в Аргентине. А также сборная взяла одну медаль. Это была медаль киевлянина Якова Владислава Бронза. Артур Кулида был дисквалифицирован в поединке с канадцем. Он отправил канадца в глубокий нокаут, но судьи посчитали, что нокаут был с нарушением правил, хотя нарушения правил абсолютно не было. То есть была ошибка судей, который вовремя не остановил поединок. И таким образом не был остановлен бой, и наш спортсмен успел нанести удар, которому отправил соперника в нокаут. Радует тот факт, что на квалификацию мы взяли серебро, и таким образом с победителем мы расходимся на юношеских Олимпийских играх до финала. И этот соперник, ранец, который на данное время для нас является непроходным, мы с ним будем бороться только за золото уже в финале на Олимпиаде. И со своей стороны хочу сказать, что мы приложим все усилия для того, чтобы принципиально одержать победу у этого соперника. По поводу моего боя на чемпионате мира. В первом бою я с канадцем был. Во втором раунде остается 10-15 секунд до конца раунда. Я его поджимаю к краю Даянга, закидываю энерию в голову. Получается, соперник то ли падает, то ли не падает, дотрагивается рукой до Даянга, убирают руку с Даянга и в этот момент прилетает моя нога ему в голову. В тот момент, когда я бил ему в голову, я не слышал команды судей об остановке боя, и поэтому нанес его туда. Никакого умысла нарушать правила у меня не было, я просто все делал для победы.